Снайперский биатлон – это специальная дисциплина для представников этой войсковой профессии. Необходно не просто просить дистанцию километра и трапно выстрелить, а переодолеть перешкоды. Стяну с проломами плод, ров, проход в дратьсяных загородах. Потом прибудет на мяжу открытия огню. Подрыхтовка зброи, на первом этапе пистолет Макарова и выполнение практикования. У всех края и удельницах снайперского рубежа добро подрыхтованы. На первом этапе было складано, потому что все снайперы подкованы в своей справе. Наступный участок – выполнение практикований со снайперской винтовки Драгунова. И наперед еще не меньше насыщенный маршрут. Тут и динамичная стена, нахильная лестница и не только. Стартуют четыре снайперы из разных команд. Адлик шасс усупеняется после финиша опешнего удельника команды. Я доволен результатом нашей команды. Была проделана большая работа тренерским составом. И ребята отдали все свои силы. Учитывая то, что основу команды составляют курсанты наших училищ, у них еще все впереди. И результаты, которые в дальнейшем в них будут только улучшаться. Впечатления только хорошие, положительные. Республика Беларусь достойно подготовилась к проведению этого конкурса. Нелегкая боротьба и вось на рэште выники. Тратья место на споборницах снайперский рубеж заняла Республика Казахстан. Другое место у Российской Федерации. Первое место у господара у команды Беларуси. Так само были вызначены переможцы и на других этапах. Мы также провели сейчас поощрительный этап. Определили лучшую смешанную международную снайперскую пару, которая победила в номинации снайперская дуэль. И это снайперская пара, которая представляет такие страны, как Узбекистан и Сербия. Закрытие армейских международных гульня отбудется 15-го жюня на полигоне Брестки. Анастасия Цекунда, Грана Копян, телерадио компания Брест.